Всем привет! Хотел бы немного сегодня рассказать вам про сумку, которая мне пришла с Алиэкспресса. Это так называемая сумка через плечо или еще ее называют в народе сумка почтальона. Эта сумка мне понравилась. Конечно, у нее есть некоторые недостатки, некоторые косяки, о которых я расскажу. Ссылку на продавца я оставлю в описании. К слову сказать, обычно мне от этого продавца всегда приходили годные товары, но это видео я решил записать в рубрику «Опыт использования», чтобы рассказать вам о том, что он мне прислал. А прислал он мне не совсем хороший товар, скажем так. То есть есть у него косяки и о них я сейчас расскажу. Итак, первый косяк это то, что по некоторым граням этой сумки есть потертости. То есть если вы вот так вот присмотритесь, то увидите, что здесь есть вот такие вот потертости. Это выглядит как будто бы сумка бэушная, но на самом деле мне подсказала одна девушка, которая является портной и которая, скажем так, в этом разбирается лучше, чем я. Она сказала, что это просто брак на производстве вот такой. То есть это они просто не углядели и допустили брак, при этом выпустили это все в продажу. Как бы это минус. И минус в первую очередь продавцу, потому что он не посмотрел, какого качества сумка и отправил ее в таком вот виде. Еще один недостаток это вот такая вот потертость. Но это даже не потертость, это видать был излишек, излишек какой-то напаянный металла. И они этот излишек взяли и просто спилили либо напильником, либо на каком-то станке. И в общем-то это тоже выглядит очень некрасиво. Еще один недостаток это то, что у сумки есть вот здесь вот на ремне, у сумки находится вот такой вот тоже косяк. Это тоже был производственный брак. И несмотря на это сумку выпустили в продажу. Ну может быть он, этот продавец покупает от браковку и иногда ее спуливает вот так вот через Алиэкспресс. Сразу скажу, что я у него покупал много различных рюкзаков, сумок. И вот только первый раз вот такое вот пришло. А так обычно приходит все очень даже круто. Это у нас SwissJir. Я у него покупал в основном SwissWin. Но это SwissJir и он вот почему-то оказался таким. По качеству сумка отличная. Здесь все замки работают идеально. У меня ничего не сломалось. Я прям брал вот так вот, тестировал, проверял. Все четко. Магнитное крепление тоже отлично отрабатывает. Никаких проблем. Оно примагничивается даже если вы не попадаете на него. Оно все равно примагничивается и не дает вот так вот сильно гулять данной крышке. В любом случае сумка достойна внимания только потому, что она стоит не очень дорого. У нас такие сумки стоят где-то в районе 25 долларов. На Алиэкспрессе ее можно купить за 18 или за 20. Я уже точно не помню. То есть экономия практически 25%. Ну там плюс-минус. Я считаю это существенно. Конечно все зависит еще от страны, в которую будет доставляться данная сумка. Почему-то в мою страну эта сумка стоит очень дорого. Чтобы доставить. Я не знаю почему так продавец назначил такую цену. Ну вот что имеем, то имеем. Внутри у нас здесь кармашки. Кармашки отличные. Тоже хорошая строчка. То есть она практически идеально ровная. И практически ничего не торчит. Нигде ничего не топорчится. То есть это меня поразило. При условии, что есть некоторый брак в производстве. В остальном все идеально. Эту сумку я решил подарить своему тестю. Потому что я думаю, что ему она будет более полезна, чем мне. У меня на самом деле очень много различных сумок, рюкзаков. Поэтому данная сумка, ну я думаю, что мне не пригодится. В любом случае, я бы конечно мог бы себе ее оставить. Но в любом случае она будет более полезна ему. Честно скажу, мне понравилось качество и все остальное. Конечно, время покажет, насколько оно все сделано более не менее хорошо либо плохо. Но вот на данный момент качество такое, какое имеем, какое я показываю. Нигде ничего, никаких нет, не топорщится ниток, всего прочего. Знаете, когда берешь такое прям совсем дешевое с Алиэкспресса. Либо устройство, либо какой-то продукт совсем дешевый. То там по-любому будет низкое качество. Здесь же видно, что есть просто какие-то элементы брака. Но в остальном это все очень-очень годно сделанный продукт. Все просто изумительно отрабатывает. Я надеюсь, что прослужит долго. Замки в принципе вселяют уверенность. Я еще хотел бы отметить один момент. Это то, что здесь используется вот такое вот регулировочное кольцо. Здесь используется вот такой регулировочный механизм металлический. Это очень важно. То есть он не сломается. И еще используется вот такое кольцо. И получается, что этот механизм является надежным. Во-первых, практически ничего ему не грозит, чтобы он сломался. И еще что мне понравилось, это то, что этот механизм не портит сам ремень. Потому что если бы это кольцо было чуть-чуть выше, то ремень вот так вот уходил бы. Особенно под нагрузкой. И портился. Вот кто пользуется такими сумками, тот знает, что от вот этого кольца очень многое зависит. Иногда можно встретить вот такое. То есть когда идет полное встрачивание в сам материал сумки, прям туда, вовнутрь. Это действительно тоже очень надежное крепление. В совокупности вот это и вот это дает действительно очень такой надежный продукт, который долго будет служить. Но если, допустим, вы встретите где-то карабин, например, или еще что-то подобное, то я бы не советовал покупать. Потому что карабины тоже, они имеют такое свойство вот так вот изгибать ремень. И еще они, как правило, очень часто ломаются. Поэтому карабин это не самое лучшее решение. К тому же вместо вот такого кольца, если вдруг оно сломается, но оно толстое, металлическое. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы оно сломалось. Вместо него можно поставить какое-то другое. То есть если вдруг такое понадобится вам. Крепление очень надежное. Легко можно отрегулировать нужную высоту. Я ростом где-то метр девяносто два плюс-минус. И мне эта сумка великовата. То есть когда я полностью вот так вот опускаю ремень в самый низ, на всю его длину, то мне эта сумка великовата. То есть она рассчитана на рост 2,10-2,20. Вот так. В максимальном положении. А в минимальном, если сложить, то даже невысокий такой человек. Даже можно в школу такую давать. Может быть в училище студенту подойдет такая сумка. То есть подойдет человеку, который постоянно за рулем. Сюда можно складывать документы, какие-то покупки. Если в магазине вы совершаете. И сюда можно складывать, например, ежедневник. Какие-то может быть смартфон и прочее. То есть она достаточно большая. Что мне еще понравилось. Это то, что здесь материал, который не пропускает влагу, используется. Здесь тоже материал, который задерживает попадание влаги во внутрь. Поэтому если вдруг вы попадете под дождь. То, в общем-то, вы сможете некоторое время сохранять то, что внутри у вас находится. В целости и сохранности. Здесь, кстати, тоже из подобного материала все сделано. И вот здесь, обратите внимание, тоже такой материал, который вообще не пропускает влагу. Это такой влагостойкий материал, типа тонкой резины. В общем-то, впечатление крайне положительное. Если кому-то интересно, то ссылку я оставлю в описании. Сумка достойна внимания, но не без косяков. Если вдруг будете покупать и обнаружите какие-то косяки, смело открывайте спор. Прикладывайте фотографии, а лучше видео. И говорите продавцу, что так, мол, и так, зачем вы обманули, зачем вы прислали некачественный товар. Если все будет качественно, то радуйтесь. Вам досталась качественная сумка и за недорого. Что очень важно. Хорошего всем настроения. Подписывайтесь на канал, поддерживайте видео, которое вам нравится. Обязательно подписывайтесь на основной канал. Там выходят обзоры, распаковки тоже крайне интересные. И там у нас есть группа ВКонтакте основного канала. Она очень-очень живая. И в том плане, что смотрят посты очень много людей. Конечно, комментируют не очень хорошо, лайкают тоже не очень хорошо. Но, возможно, вы будете самым активным участником этой группы. И вы выиграете один из призов, который достается обычно всем активным участникам группы ВКонтакте. Всем пока.